Друзья, приветствую всех! Сегодня будет очень важное видео, обязательно досмотрите его до конца. Я вам расскажу всю правду о заработке денег. Эту информацию вы не найдете в книгах, но вы обязаны это знать. Об этом не хотят говорить, это скрывают, но если вы это поймете, вы станете проще относиться к заработку денег. Итак, начну с самого простого, начну с азов. За счет чего мы с вами зарабатываем деньги? Мы с вами зарабатываем деньги за счет других людей. Если люди есть, есть деньги. Нет людей, нет денег. Так работает все. Бизнес так работает. Если вы владеете рестораном и есть клиенты, чем больше клиентов, тем больше денег. Если нет клиентов, нет денег. Так же и с акциями. Если люди покупают, 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 вносят свои денежки, вы зарабатываете. Если денежки забирают, вы теряете. Вот и все. Так работает все. Это обычная пирамидальная схема. Все работает в этом мире по пирамиде. Есть приток новых денег. Люди продолжают вносить. Вы зарабатываете. Приток новых денег прекратился. Все, пирамида схлопнулась. Итак, переходим к нашему рисунку. Смотрите, возьмем какой-то актив. Не важно что-то. Подставьте сюда что угодно. Я вот подставил сюда биткоин. Смотрите, я купил биткоин, к примеру, за 50 тысяч долларов. Для примера. Скажите, как мне на этом заработать деньги? Нужно, чтобы биткоин вырос и я его продал. Но почему биткоин должен расти? Потому что новые люди будут его покупать. Если люди не будут его покупать, он не будет расти. Он будет падать, если люди его будут продавать. Цена за счет чего растет? В акциях, в криптовалюте. Потому что покупателей больше, чем продавцов. Поймите вы это. А цена будет падать, если продавцов будет больше, чем покупателей. Все просто. Итак, вот у нас наш актив. Пришел Петя, купил биткоин. Пришел Коля, купил биткоин. Начинает вносить свои деньги. Капитализация растет. Все, цена биткоина растет, растет, растет. Люди вносят свои деньги. Цена выросла до 100 тысяч долларов. К примеру, пришел Вася и купил биткоин за 100 тысяч долларов. Теперь я, который покупал биткоин за 50 тысяч долларов, хочу продать свой биткоин за 100 тысяч долларов. Но откуда мне заработать еще сверху 50 косарей? Да за счет Васи. Деньги с воздуха не берутся. Пришел Вася и купил биткоин за 100 тысяч долларов. И вот, его 50 тысяч перешли ко мне. Но это я утрирую. Тут схема на 4 человека. В этой схеме миллионы человек. Понимаете, как все устроено? Если бы новые люди не приходили, не вносили свои кровные денюжки, биткоин бы не рос. И я бы не заработал столько денег на биткоине. Получается, что я заработал за счет других людей. За счет других людей вы зарабатываете деньги. Так во всем. Просто поймите это. Вроде бы все просто. Но большинство людей этого не понимают. И вот, я продаю биткоин. Продал за 100 тысяч долларов. Прибыль у меня 50 тысяч. Коля начинает продавать биткоин. Петя начинает продавать биткоин. Все, цена идет вниз. Цена падает. Больше, например, на рынке продавцов. Все, капитализация биткоина уменьшается. Вася биткоин не продает. Биткоин уже 50 тысяч долларов, а Вася покупал за 100. Вася в минусе на 50 тысяч. Вот его 50 тысяч. Я на Васе заработал деньги. И если Вася продаст биткоин за 50 тысяч долларов, он зафиксирует убыток. Он потеряет 50 тысяч долларов. Что нужно делать Вася, чтобы заработать? Вася нужно ждать, пока придут новые Коли, новые Пети, новые Илоны Маски. И купят биткоин на пару миллиардов долларов. Вот тогда Вася заработает. Тогда цена биткоина вырастет до 150 тысяч. И Вася заработает за счет кого? За счет Илона Маска, который пришел и вложил там пару миллиардов в этот биткоин. Понимаете, как это работает? Но если Вася продаст, Вася потеряет деньги. Как говорил Уоррен Баффетт, рынок – это механизм перераспределения средств от нетерпеливых инвесторов к терпеливым. Деньги с воздуха не берутся. Мы зарабатываем за счет других людей. Так работает вся система в этом мире. Теперь переходим к банкам. Банки – это чистейшие пирамиды. Это самые древние пирамиды. Смотрите, у нас есть банк. Вот наш банк, новенький банк. Пришел Коля и положил 100 долларов на депозит. Пришел Петя и взял кредит на 100 долларов. У банка нет денег. Если Коля придет в банк за своими деньгами, банк не сможет с ним рассчитаться. Что нужно банку, чтобы пришел Вася и внес свои деньги? Поймите, банки работают, банки функционируют, потому что есть оборотка. Банками пользуются, потому что есть приток денег. Если начнется паника, если люди начнут забирать свои деньги из банка, банк лопнет. Банк не сможет со всеми рассчитаться. Обычная пирамидальная структура не сможет. У банка нет денег всех вкладчиков. Поймите, ребята, потому что они выдают кредиты, они зарабатывают деньги. У них нету всех денег. Но банки умные, да? Только начинается паника, что они делают? Они замраживают счета. Когда у нас была революция, была паника. Люди начали снимать деньги, но банкоматы не пополнялись. В банкоматах не было денег. Банки не выдавали деньги. Потому что если люди массово начнут выводить свои деньги, и банк это позволит, у банка не будет денег, банк может лопнуть. Поэтому самые крупные банки это контролируют. У них есть допустимый предел. И они это все прекрасно понимают. Поэтому я советую, пользуйтесь самыми топовыми банками. Пользуйтесь самыми крутыми банками своей страны. Если банком пользуется 50% населения страны, это самый надежный банк. Это самая надежная пирамида. А самые маленькие банки могут легко лопнуть. Вы слышите в новостях, да? Один банк лопнул, еще один банк лопнул. Почему? Да потому что это маленькие банки, никому неизвестные. Были люди, которые держали там деньги, да, они потеряли. Но это маленький процент людей. Поэтому я вам советую, пользуйтесь самыми популярными, самыми топовыми банками своей страны. Да, у самых крутых банков тоже есть риски. Паника распространяется очень быстро. Но они это контролируют. Как только распространяется паника, они замораживают активы. Опять же, простейшая схема. Банк выступает в роли такого распределителя денег. Если вы берете в кредит деньги, это вы пользуетесь деньгами других людей. Деньги с воздуха не берутся. Вы пользуетесь деньгами чужих людей. Если вы на этом делаете деньги, вы зарабатываете за счет других людей. Они вам одолжили деньги просто через банк. Конечно же, в этой схеме есть куча нюансов. А то сейчас найдутся умники и будут мне рассказывать. Да не так все, не так все просто. Конечно же, не так все просто. У банка есть капитал. Там куча всяких нюансов. Но я вам показал схему, вот, где три человека, на самом деле, да, миллионы людей, но структура такая, структура такая, пирамидальная, поймите это, вы пользуетесь деньгами других людей, чтобы вы заработали деньги, чтобы вы получили деньги, нужно, чтобы кто-то эти деньги отдал, вы получаете, кто-то отдает, только такой процесс. С неба деньги не падают, нету никакой третьей стороны, нету бога, который вам там дает деньги. И вы такие думаете, вот, как я круто зарабатываю, вы зарабатываете за счет других людей. Знаете, если бы каждый понимал это все, хотя бы вот на таком, на самом базовом уровне, на самом простом уровне, мы бы по-другому жили, у людей не было бы таких проблем с деньгами, люди бы прекрасно оценивали риски, люди бы не велись на всякий бред, а так у нас люди ведутся непонятно на что. Они не понимают, что вот они несут деньги, и они могут назад свои деньги не получить, они этого не понимают. И поэтому ведутся на всяких мошенников, потому что эту информацию никто до людей не доносит. Вот финансовая грамотность, вот, расскажите вот это в школе, вот это расскажите в школе, самую простейшую структуру перераспределения денег. Все, этого будет достаточно, чтобы у людей зародилось хоть какое-то понимание. Вот чему учит мой проект, мой проект учит осознанности. Каждый, кто вот понимает базовые вещи, он берет на себя ответственность и понимает, что только он во всем виноват. И эти люди счастливы, они никого не винят, они понимают, что счастье зависит только от них, что никто не виноват, что у них нет денег. Просто их этому никто не учил. И поэтому люди воруют, и поэтому люди злятся на других людей, поэтому люди попадаются в лапы мошенников только из-за этого. Это моя философия, это то, во что я верю, эта информация изменит мир. Не законы, не какие-то там реформы, вот что изменит мир, и это меняет жизни людей. Вот такая вот простая информация. И когда мне подписчики присылают видео, как в школе, на уроках, показывают мои ролики, как в универе, на парах, на всю стену транслируют мои видео, я понимаю, что я на правильном пути. Только так можно изменить жизнь, только так. Это настоящий успех, настоящий, не деньги. Деньги это не успех, вот настоящий успех, когда ты меняешь жизни людей. Вот к чему нужно стремиться. Только так можно изменить мир. В общем, суть вы поняли, но давайте разберем все системы. Идем дальше. Итак, криптовалюты, акции разобрали, бизнес. Уже объяснял, да? Если люди в ресторане будут оставлять много денег, владелец ресторана будет много зарабатывать. За счет чего он зарабатывает? За счет других людей. Чем больше людей оставляют в ресторане свои деньги, тем лучше для ресторатора. Так, переходим к букмекерским конторам. И к бинарным опционам. За счет чего зарабатывают букмекерские конторы и бинарные опционы? За счет того, что большинство людей теряют свои деньги. На ставках и на бинарных опционах больше 80% людей теряют свои деньги. 20% зарабатывают. И если вы на ставках или на опционах сделали со 100 долларов, 1000 долларов, с каких денег вам компания заплатит? Откуда она возьмет 900 долларов? Вы внесли 100, а ей нужно вам заплатить 900. Откуда? Она возьмет эти деньги у тех людей, которые проиграли. У большинства, у 80%, если бы зарабатывала на опционах и на ставках больше 60%, компания бы разорилась. А выплаты людям как делать? Зарабатывает 60, а теряют 40. Нет денег. С каких денег платить этим людям? Все, компания бы разорилась и сама ничего бы не заработала. Многие скажут, чувак, это понятно. Нет, ни хрена это не понятно. Многие этого не понимают. И когда кто-то заработал на ставках 100 долларов, поставил на бой Хабиба Макгрегора, заработал на Хабибе 100 баксов сверху, радуется. Я заработал сотку. Откуда ты заработал эту сотку? За счет меня. Потому что я ставил на Конора 1000 долларов и слил свои деньги. Конор проиграл. Все. Денюшки ушли. И тебе компания с моих денег сделала выплату. Ты заработал за счет других людей. Ты заработал за счет меня деньги. Вот как все работает. Произошло обычное перераспределение средств. Мои денюшки перешли к тебе. Вот как это работает. Деньги с неба не падают. Деньгам нужно взяться. Откуда им взяться? Новые люди будут нести деньги. И вот когда меня упрекают, что ты зарабатываешь за счет других людей, так ты тоже зарабатываешь за счет других людей. Все зарабатывают за счет других людей. Тебе зарплату кто платит? Господь Бог? Рисую тебе деньги. Ты зарабатываешь тоже за счет других людей. Если ты на трейдинге много заработал, это кто-то потерял деньги. Понимаешь ты это или нет? Если ты много заработал на ставках или вошел в какую-то пирамиду, внес 500 долларов, сделал пару тысяч, ты их заработал только потому, что много людей сверху, которые вошли в эту пирамиду, потеряли свои деньги. Вот за счет чего ты заработал. Точно так же работают и социальные сети, партнерские программы. Партнерская программа Ютуба работает как? За счет чего я на Ютубе зарабатываю деньги? Кто мне платит деньги? Люди. Но там есть цепочка, да? Мне платит деньги Ютуб. Кто платит деньги Ютубу? Ютубу платит деньги рекламодатель, который показывает свою рекламу на моих видео. А кто платит деньги рекламодателю? Клиенты, которые покупают его товар. У него большие продажи и он часть денег вкладывает в рекламу. Все идет за счет других людей. Так же и работают партнерские программы на брокерах. С каких денег я получу выплату? С ваших денег. С ваших денег я получу выплату, только не прямо. Например, вот у меня партнерская программа на брокере Трейдернет. Уже, кстати, не работает. За счет чего я получу свое вознаграждение? За счет вас. За счет ваших денег. Вы вносите деньги и начинаете торговать. И вы платите брокеру что? Комиссию. Брокер зарабатывает как? За счет комиссии. Вот вы заплатили брокеру комиссию. Там 10 долларов. А брокер берет 5 долларов. 50% от этой комиссии. И дает их мне. Делится со мной. За то, что я привел этого клиента. Вот как это работает. Но если бы вы не внесли денег, если бы вы не внесли свои деньги, я бы не заработал. Ничего бы не заработал. Вы внесли деньги, я заработал за счет вас. Только вы мне ничего не платите. Брокер со мной делится. Вот как это работает. И когда вы работаете на обычной работе, работает кто-то там курьером, ему дают какие-то там чаевые или кто-то работает официантом, ему люди дают свои деньги. Не Господь Бог платит зарплату, человек зарабатывает за счет других людей. Если вам дадут тысячу человек по тысяче долларов чаевых, вы заработаете миллион, вы миллион сделали на людях, люди вам дали чай. Вот такие вот основы финансовой грамотности. Почему я начал об этом рассказывать? Потому что я столкнулся с тем, что люди, новички, они начинают зарабатывать в интернете и они не понимают, как все устроено, откуда они получают эти деньги. Они думают, что деньги реально падают с неба, они не понимают, как работает все. И потом они возмущаются, говорят, несправедливость, как это так, как это несправедливость, а откуда ты хотел заработать деньги, откуда? Прийти и просто интернет тебе заплатил деньги или как? Или сайт платит деньги, вот мне этот сайт платит деньги. А сайт эти деньги берет откуда? Сайт эти деньги берет у других людей и платит тебе. Я об этом начал давно рассказывать. И когда я об этом говорил, мне писали другие блогеры и говорили, чувак, нахрена ты в это лезешь? Нафига ты это там рассказываешь людям? Люди будут плохо к тебе относиться? Наоборот, наоборот. Я рассказал людям правду. И люди меня зауважали. Вот как это работает. Весь мой заработок основан на честности и открытости. Если ты людям все рассказываешь, все показываешь, люди все знают, показываешь, вот мой счет, смотри, сколько я здесь заработал, сколько я здесь заработал, люди будут тебе доверять. А если ты будешь скрываться, делать что-то втихую, люди тебе не будут доверять. Вы знаете все мои источники дохода, все знают, на чем я зарабатываю. Продаю доступ в закрытый канал, на ютубе, на партнерских программах. Все знают, сколько я зарабатываю, все. И где я зарабатываю? Вот, на биткоине, на акциях. Вы видите мои счета, вы видите мои сделки, все честно и открыто. Я все показываю, а есть такие, знаете, которые скрываются, да, вот в инстаграме у них там только руки, только деньги, лицо, они не светят, и они говорят, ну, это, мол, для безопасности, какой нахрен безопасности, они просто делают что-то втихую, вы ничего о них не знаете, в черную что-то делают, вы не знаете, откуда у них эти деньги, откуда они их заработали, или вообще есть у них эти деньги или нет, или это просто красивая картинка, а на самом деле он хочет заработать на вас деньги. Вы же этого не знаете, а они прикрываются тем, вот, это безопасность, самая лучшая безопасность, это открытость и честность, вот тогда ты в безопасности, что с тебя взять, все честно, вот смотри, все показываю, вот мои деньги, вот мои деньги, вот бизнес, вот партнерская программа на ютубе, вот реферальная ссылка на брокера, люди даже могут посчитать, сколько я зарабатываю, вся моя история есть в ютубе, я ни одного видео не удалил, перемотайте мой канал в самое начало, пролистайте в самое начало, посмотрите, как я начинал, на чем я зарабатывал, вся история есть, есть история, как я поднимался с 300 долларов, когда я зарабатывал 300 долларов в месяц, это все есть на канале, все есть на этом канале, я ничего не удалял, потому что мне нечего скрывать, я заработал своими силами все, я заработал все честно, что мне скрывать, многие пытаются заработать на обмане, создают страницы, берут у людей деньги, не показывают лицо, страницу забанили, создали новую и вот такие вот бега, ну потому что это, мол, быстро, да, нету времени репутацию создавать, потому что он, наверное, никто, а времени нету репутацию создавать, нужны деньги, и поэтому вот таким вот путем идут, но на обмане далеко не уедешь, много не заработаешь на обмане, не проще быть честным, открытым и в будущем очень много зарабатывать, я начал создавать свою репутацию с самого нуля, поэтому перестаньте вестись на каких-то мошенников, которые появились непонятно откуда, и вы не можете узнать ничего о них, нету их историй, кем они были, как они начинали, вы ничего о них не можете узнать, перестаньте на таких вестись, сейчас эра личного бренда, вы видите, как я активно развиваю личный бренд, личный бренд лучше всего работает на честности, только на честности и открытости, если какие-то блогеры что-то рекламируют, но они сами этим не пользуются, это уже не то, я ничего не рекламирую, заметьте, ничего, я просто показываю, чем пользуюсь я, это лучшая реклама, лучшая реклама, я сам инвестирую через этих брокеров, вот лучшая реклама, я не рекламирую какие-то продукты, вы видели у меня хоть одну рекламу, нет, если я чем-то пользуюсь, я об этом говорю, я показываю все на своем примере я показываю результат я могу взять телефон и показать вот смотрите сколько у меня денег вот я здесь заработал здесь и заработал вот мой источник дохода и люди говорят зачем ты хвастаешься зачем ты показываешь сколько у тебя денег таким способом я заслужу больше уважения чем когда я буду что-то скрывать и ничего не показывать и говорить вот я миллионер но я вам не покажу как это если кто-то что-то не показывает значит что-то там нечисто у него какие-то грязные деньги если у тебя все чисто почему бы не показать если все честно у меня все честно я показываю почему бы нет и не надо прикрываться безопасностью мошенники любят прикрываться безопасностью что они bitcoin мой украдут вот bitcoin у меня на столе лежит что они его украдут акции компании apple они у меня украдут пароли все здесь в голове как они украдут мои деньги никак деньги все в активах в акциях как они их могут украсть короче ребята на этом все буду прощаться какой можно сделать вывод все зарабатывают на людях если вы работаете на работе вы зарабатываете на людях но вы зарабатываете мало если я инвестирую bitcoin я зарабатываю на людях но я зарабатываю много но все мы зарабатываем за счет других людей поймите пожалуйста это хейтеры наверное меня зато и ненавидят что я зарабатываю очень много на людях на всяких реферальных программах, продаю свои продукты. Они зарабатывают мало. Вот и бесятся. Короче, кому интересно инвестировать вместе со мной, добро пожаловать в мой закрытый канал по инвестициям. Вторая ссылка в описании. Можете посмотреть мои результаты в открытом канале. Первая ссылка в описании. Подписывайтесь на мои полезные проекты. Канал по мотивации. Канал по финансам. И канал с новостями. Ну что, ребята, если это видео вам понравилось, поставьте ему лайк, поделитесь им с друзьями. Не забудьте подписаться на этот основной канал Инстардинг. Всех люблю, целую. Желаю, конечно же, больших денег. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!